все лежи так те куда мы едем мы не просто едем кататься до сегодня найти что будет сегодня мы делаем предложение саша но не совсем мы конечно это будет делать женя короче сейчас собираемся она не знает естественно об этом короче собрались с ребятами посетили ребята сегодня из смоленска мои земель и убираемся короче и летим короче нам нужно добраться на какой-то мост через поле проезжающие наверно подумают вот добилы вообще куда они едут вот эта собака мне не нравится не люблю они могут загусить за ноги знаете это чертовы собаки дуги крэйзи аэрон защищают даже от собак ну кстати что необычное прикольное местечко мы готовы короче смотрите все здесь затаились цветочки такие короче сейчас жене вручу парнишка который будет делать приглашение о приглашении предложения ждем короче многие знают что у меня продается фирменный мерч ниндзя клан вот так он выглядит смотрите что это такое в общем это заказ одного парнишки который заказал у меня толстовочку футболочку и свитшотик и сегодня я решил ему лично отвезти потому что заказ короче обычно у нас 3-5 дней изготовления после чего товар отправляется у нас там получается из-за того что ткань не пришла вовремя задержалась поставка на два дня и в общем парнишка распереживался такой говорит блин 4 живая что меня кинули но на самом деле я мерч уже продаю ребят два года и за два года не было такого что какая-нибудь из поставок не дошла поэтому поэтому ребят я решил сегодня сам ему отвезти собственноручно и вручить его заказ впервые такое дело на самом деле парнишка живет в москве правда не так близко со мной но и ладно я сегодня невзирая на погоду такую вот мрачную конечно и дождливую как видите я пододелся короче в дождевичок поэтому ничто не остановит меня для того чтобы довести ему мерч блин в дождь снимать ребят очень тяжело потому что нечем даже камеру протирать постоянно того что туда попадают капельки капец парнишка собственно не знает что я самому привезу заказ это будет сейчас такой для него сюрприз я лишь только ему сообщил что с ним свяжется курьер который согласует с ним адрес и время доставки конечно же позвонил сам от от себя смотрите это было так на что звоним нашему это курьер на доставочка для вас на сегодня давайте хорошо хорошо жду тогда так что ребята очень договорились сейчас парнишкой не знаю сейчас успею к школе так школе подвезу если нет тоже домой ночи погнали ребят достала мне эта хрень что арки постоянно шоркают либо на поворотах либо на кочках вот она моя красотка ласточка одну арку я уже конечно подрасхреначил посмотрите вот здесь вот краску так уже отходит от того что ход подвески идет постоянно крыло задевает этот колесо резину уже подсточил маленько и тут даже краска уже начинает отходить короче поехали решать этот вопрос и так начать мы будем теперь делать нам к стифера чтобы арки не цепляли в эти долбаные колеса я изначально думал что блин мне придется короче ставить вот эти вот кайловеры которые можно регулировать то есть механическим образом и выставлять эту высоту подвески также подумал что может быть у меня просто пробило амортизаторы они нормально не работают они не жесткие либо надо ставить жесткие амортизаторы с кайловерами с этими причем кстати помните ребят что здесь немного пильнутые пружины то есть чуть-чуть здесь подвеска все-таки занижена пообщался с ребятами у кого есть такие же тачки такие же финики и они говорят что тебе нужно просто сделать развал отрицательный максимально сколько это будет возможно при штатной подвеске и что еще это съездить и чуть-чуть под раскатать арки тогда просто не будут тереться даже на этой подвеске плюс этот способ более экономичный чем сейчас покупать кайловеры потому что я узнал уже пробил что примерно 40 тысяч рублей но порядка наверное там 600 баксов стоят хреновые кайловеры которые походят сезон ну а хорошие кайлы реально они стоят там свыше тысячи долларов даже евро а вода да я слышал как вы помотерились девушка не пытался дни с кем-то из шиномонтажа и не получилось на основу не переключилась она такая блять чё за херня жалко это не записал короче заехал вот сюда вот вход развал написано все дела знаете что мне говорят мне говорят а мы не делаем короче не по госту сход развал прикиньте вот мама стифера ты такое слышала вообще черная то хрень ребят короче куда не заеду меня говорят что колеса в минуса нет мы так не делал мы только делаем по госту даже какой-то блин он сраный задрипанный обычный ст его он там еще сетевые окей но блин где-то за мкадом с такими причем глазами блин кого-то какие-то прям капец какое-то преступление минутная готовность сейчас он там уже девчата и едут мы тут спрятались короче когда мне нужно будет цветы тут а цветы когда не стимул фу они такие вонючие нести это круто это круто я просто и молчу такое то это офигенно просто такие эмоции и прям вообще просто же вот еще последний реквизит представьтесь пожалуйста какие у вас ощущения александра поздравляю красавчик саш поздравляю забыл ну че как то так короче вот и нельзя потерял свою девушку пытаясь сделать вилле привет бро спокойно лежи не двигайся все лежи все пройдет сейчас чуть поболит все пройдет вызовем скорую позвоните пожалуйста не двигая руку слышишь не двигая руку ну то какая рука болит вот это вот это болит или вот это чувствуешь ее пальцы нормально все только рука да болит все хорошо не переживай сейчас все нормально доктор посмотрит все хорошо будет головой не ударилась попой и рукой да сейчас посмотрит доктор не переживай все хорошо будет не расстраивайся Не страивайся, все будет хорошо Руку посмотрят твои врачи Все будет нормально Не переживай, ладно? Спина нормально? Подожди, не понимаю, на ножок упала Чтобы мавлиться спиной и что-то Да, я понял Так ты задержалась за меня крепко Я почувствовал, думаю, все А как только я понял, что ты значит, кажется Я такой опустил мотоцикл Ну ничего, не переживай Все будет нормально Да, все просто испугалась Да, да, да Не пытайся вставать, не надо Просто дальше будет что? Не очень хорошо, с твоими правами Может случиться что-то, если у нее там что-то серьезное И это не от тебя зависит Ну вон по номерам-то Я 6-с-ку дал Вон мотоцикл дальше стоит Нормально, он видит, все хорошо Ну все хорошо, просто ушиб Скорее всего Сильный удар просто и все Я не быстро ехал, я не сильно Ну конечно не быстро Я только начал поднимать Я почувствовал, что ты соскочила И я сразу опустил Ну блин, я вообще не думал, что ты не держишься Ты что? Я не держалась Как так? Ты же меня так вот прижалась Ко мне сильно, как обычно меня схватила Нет, я просто держалась Ты может не помнишь? Нет, серьезно Я держалась одной рукой Я не знала, что ты будешь видео делать Капец просто Девушки? Есть Ну да Нас смотреть надо Ты что делаешь? Я упала Что? Упала после видео Ну ты даешь Ну что, каково это первое падение в асфальт? Экипировку жалко, и попа болит, и все Ладно, главное, сама целая Экипировка эта И не только машина Расслабься и получай удовольствие Видишь, тебе 4 сотрудника инспектора говорят А если простынет? Лучше тебе Ну вот, я знаю, что ты будешь лежать На стюмке тротует? Зимний Можно подумать, как будто мы челлендж какой-то снимаем Да ты задницей жопную камеру, наверное, снесла Такие ощущения, конечно, странные Я думаю, еду, такой мотик стал легче, что-то прям, знаешь Ну конечно Не знаю, я был с полной уверен, что она держится за меня Иначе бы я не стал поднимать вообще А я почему-то не ударила головой Ну так бывает В 2005 году Просто по одной стороне ехал Барень с девушкой Вот она упала И машина мне, короче, сразу у него шлем отдала А там машина, что-то с тобой ездила сразу А он метр в 15 А в село лежал шлем Представляешь? Здорово и вместе С тобой приехала карета Корширик Корширик У меня музыка играла До сих пор играет Да? Да, я под носу попадала Меня осмотрели прямо в скорой Переломов не обнаружилось Поэтому я отделалась лишь легкими ушибами И небольшим испугом Поэтому, ребята, всегда надевайте экипировку А катаясь двойкой, помните, что вы доверяете свою жизнь в чужие руки Сейчас мы летим прямиком к нему домой И будем вручать ему Его долгожданный заказ От самого Лично Производителя Очень не люблю, на самом деле, ездить в дождь на мотоцикле Во-первых, снимать тяжело Потому что постоянно закидывают камеру Во-вторых, конечно же Скользко Нельзя нормально понаваливать Ну и пробки сразу увеличиваются Да и мотоцикл грязнится И цель закидывается Короче, блин Да кто вообще, наверное, любит ездить на мотоцикле в дождь, блин? Кто, блин, вообще еще из блогеров попрется Своему подписчику Мерч привозить? Могу, блин, выбрать Ниндзя доставку просто Как, блин, обычно Спасибо Но нет Да щеманись ты, ёк, влево Сложно, что ли, дать 10 градусов Я там мокну И мерч не может ждать А еще хреново в дождь То, что тебя и так ни хрена, как обычно, не видят, знаете А в дождь так вообще машины друг друга даже не видят Постоянно аварии От того и пробки такие дикие Я, можно сказать, половину не вижу Потому что сейчас еду в визере А вдворников-то нету И я вижу все сквозь воду грязную С дороги Поэтому, конечно, капец Не люблю, не люблю Эти дождливые поездки По городу вообще Но сегодня мои желания здесь не учитываются Блин, еще большой прикол это в том, что дождь сегодня Он вообще ни на частик, ни на полчаса даже не прекратил свое действие Он льет и льет, короче, весь день сегодня Как специально Блин, обожаю дождь на самом деле Но именно на модике кататься подожди вообще Дизлайк Алло Да, я вам звонил Помните по развалу отрицательному Да, я понял, да Ну вот я минут через 20 буду у вас Нашел я наконец-таки компанию Которая все-таки сможет сделать мне отрицательный развал А то капец какой-то Блин, когда не позвоню То в какой-то сетевой крупный автосервис Либо же просто где-то за МКАДом Мы не делаем отрицательный развал Я не знаю, как будто к ним предлагаешь Что-то прям вообще дико запрещенное Я, конечно, не знаю Может быть это реально запрещено законом Типа Может быть ездить даже запрещено Окей, но делать Разве тоже Не знаю, короче, в чем проблема Загуглил, короче Первая ссылочка, что нашел Позвонил Парнишка нормально ответил Говорит, приезжай, сейчас посмотрим Чем мы сможем сделать Поэтому чего Ну, летим Сюда Ребята, в общем, заехал Я нормальный сервис Вот, кстати, если что Этот сайт 24 часа работают Ребята в Москве Здравствуйте А подъехать к вам можно раскатать арки? На чем? На меня уже Infinity G35 Купешка Две арки задние Да, можно, подъезжайте Ну что, ребят Сделали максимальный развал Насколько возможно И, кстати, смотрите Ну вот отсюда уже Видно разницу на самом деле Как колесо стало Вот так вот чуть-чуть Колесо реально ушло под арку Еще чуть-чуть под раскатать арки И будет вообще Огонь Короче, звоню парнишке Говорю, что через 5 минут я буду Типа я курьер Ну что, я через 5 минут буду Можете это спускаться Все, хорошо Не знаю, догадался он Не догадался Прикольно, что я на самом деле Парнишка получит Больше, чем ожидал Не просто мерч, а еще и Встречу, не знаю Фоточку, наверное Здорово Здорово Ты не узнал меня по телефону? Я клянусь, я думал Я еще не сходу сидел Я еще со второго звонка Ага Ну да Ну слушай, да Че, это Идея пришла такая в голову Ты такой говоришь Блин, я боюсь Думаю, может быть меня обманут А я смотрю, Москва Ну что, приятно познакомиться А ты что, с Сашкиным сосед что ли? Да Вот же его дом Так, братуха, держи Не знаю, что здесь число Но по-моему, вот это свитшот Футболочка А вот это толстовка А, че ты думал? Сфотофот? Давай Пополтаем Да, конечно Заноси, забегай С ветерком Блин, на самом деле Неудобно? Да нет Ну, на самом деле Немножко неудобно Что поделать Это спартуха Здесь все неудобно Пообщались с парнишкой Оказался Добрый и веселый малый Поэтому Этот день, я думаю Ему запомнится Еще надолго Давай, Никитос На связи Подарил эмоции Блин, вот это, конечно Терри реально Вот, блин Обожаю что-то такое делать Да, эти эмоции Потому что, знаете Вот, это, на самом деле Такие вот Живые, неподкупные эмоции И это дороже денег На самом деле За деньги Такие эмоции Ну, такие вот Не купишь, на самом деле Я этому очень рад Ну, че, ладно Мы погнали смотреть ролик дальше А ты, че, вот эта, получается Кромка, типа, туда загинаешь, да? Все полопалось Потому что задевает арка Вся вот эта херня Вот там подойдет По трещине ты имеешь? Да Ну, мне ее по-любому Перекрашивать, слушаю Вот эту вот сторону Ну, вот эту вот Чтобы тут ни коррозия не пошла Наша задача просто сейчас Как-то ее загнуть Типа правильно Чтобы она больше не цепляла А дальше я уже поеду Ребята красить будут У меня выбора другого нет, братан Мне нужно по-любому катать Иначе они просто со временем Разобьются тупо и все Сейчас будем пробовать катать Говорят, что есть риски Что просто тупо начнет трескаться А почему, говоришь, начнет Может, потому что свежий лак Свежая краска Нет, то вот лак уже встал Слушай, а то есть ты вышел? Ну, короче, не знаю Сейчас будем пробовать Посмотрим, что из этого получится Но у меня другого варианта нет Потому что они шоркают Хоть развалы сделали Но все равно нужно попробовать Посмотришь, типа, да Обычный гараж А тут еще и, короче, смотрите Целый подземный дом Я думаю, это называется Дом под супрой Я думал, ты хочешь металл, типа, Сделать более мягким Нет, это чтобы лак у него не лопнулся То есть у нас, получается, кромка вот эта вот Типа, она загибается туда, да? И сама арочка чуть отходит, да, получается? Нет, арочка не отходит Не, можно же сделать, чтобы отошла Чтобы на вообще фронтаром было Но это долго, нудно И зачем нам эти надо? Сейчас, короче, проверим, насколько у нас раскатка прошла успешно Ребята вот такую вот инновацию придумали Вот такую, смотрите, построили деревянную штуку Попробую на нее заехать и посмотреть Будет ли шоркать или нет А, все, можно, типа, ее дропыть вот настолько, да? Да есть, ты что? Там можно еще проставку накинуть Ну, короче, что, ребят, смотрите У нас вроде получилось А тут, получается, не шоркает, да? Ну, в принципе, нормально То есть палец залезает, да? Пальц залезает Огонь вообще Здесь, короче, ребят, ситуация похуже Потому что уже здесь лопнуло вон тут крыло Видите, вот тут Как раз уже лопнуло от того, что колесо фигачит по арке Ну, тут, конечно, хуже, я не знаю, сделаем мы или нет А, еще взмятины появились? Да Это именно из-за раскатки? Да, думаю, да Толстые шпаклевки на моем крыле И вот даже здесь вот видны, видите? Следы, короче, ржавчины Там почему-то уже ржа была, короче Из-за того, что колеса разбили арки Туда попало влага И, соответственно, пошла коррозия Арка, это тоже нормально Палец пролазит Все окей Но тут, конечно, да, вот с этим вопросом будем решать Повезу машину назад Ребятам отдам Пусть Кай разбираются, что здесь Все, Максон, еще раз спасибо тебе за работу А мы поехали дальше И поехал я снова к своим друзьям в Питстоп Колор Которые красили мне как мотик, так и тачку Поэтому, если хочешь себе качественную покраску Ты знаешь, к кому обращаться Ну что ж, а мы с тобой увидимся в следующей серии Пока